Посланник Аллаха проводил ночь предопределения поклонений. Он сказал, Тому, кто проведет в молитве ночь предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи. В некоторых реваятах говорится, что и будущие грехи тоже. Значит, ее нужно проводить за глубокой верой, надеждой на милость Аллаха, не лицемеря, не делая это, боясь того, что скажут про вас остальные, мол, не пришел встречать ночь предопределения. Нет, делать это искренне только ради довольства Всевышнего. Только тогда вы получите несчитанные награды. Айша, да будет доволен ее, Аллах рассказывала. Когда наступали последние десять ночей Рамадана, Пророк, саллаллаху алейкум, затягивал потуже свой изар, то есть воздерживался от контактов со своими женами, чтобы иметь больше времени для поклонения, проводил целую ночь бодрствуя в молитве и будил свою семью. Конечно, не запрещено спать последние десять ночей Рамадана, и не запретна была близость с женами, но этот хадис призывает нас уединяться в Иратикаф последние десять дней Рамадана, воздерживаться от всего мирского, дабы побольше уделить времени поклонению Всевышнему. Вот сейчас мы проживаем последние дни Рамадана. Еще не поздно уединиться в Иратикаф, так как не является обязательным условием начинать его с двадцатого дня Рамадана. Если вы зайдете в мечеть сегодня с намерением на Иратикаф, по воле Аллаха получите вознаграждение. Достопочтенный Пророк, алейиссаляту ассалям, не пропускал Иратикаф, но праведные халифы Абу-Бакр, Умар, Усманы, Али, да будет доволен имя Аллах, не смогли уединиться в Иратикаф, так как у них было много важных дел. Недавно мы женили нашего одного брата во второй раз. Он попросил быть посредником для него. Тогда его первая жена, расстроившись, спросила, оказывается, этот ваш Чубак-Ажи женит всех вокруг, отчего же сам не женится на второй. Муж ответил ей, что у меня много дел и уроков. Тогда жена ему сказала, а что у него больше дел, чем у посланника Аллаха, алейиссаляту ассалям? У него было много жен. Он что, стал лучше, чем сам Пророк, саллиллаху алейиссалям? Я сам не мог ответить ей лично, но передал через ее мужа. Наш Пророк, саллиллаху алейиссалям, уединялся в Иратикаф, а праведные халифы нет. И что, у них было больше дел, чем у самого посланника? Нет, не было. Но наш Пророк, саллиллаху алейиссалям, был Божьим посланником. Он успевал на все, по милости Аллаха. Праведные халифы не были пророками. Из-за большого объема работы в делах целого калифата, они просто не находили возможности уединяться в Иратикаф. Даже если знали, что это является сунной муаккада, категория деяний, которые Пророк, саллиллаху алейиссалям, выполнял неуклонно, по важности сунной муаккада следует после деяний уаджиб. Я попросил, чтобы он передал ей мой ответ, на что он мне сказал, чтобы я сам сказал об этом, так как она не пропускает моих уроков. Сообщается также, что Аиша, да будет доволен ею, Аллах сказала. Однажды я спросила, «О посланник Аллаха, скажи, если я узнаю о наступлении ночи предопределения, что мне следует говорить?» Он сказал, «Говори, о Аллах, поистине, ты прощающий, щедрый, ты любишь прощать, так прости же меня». Эта дуа следует произносить в ночь предопределения. «О Аллах, поистине, ты прощающий, щедрый, ты любишь прощать, так прости же меня». Ибн Раджаб, рахматуллахи алейхи, говорит, что лучшее поклонение в ночь предопределения – это намазы, чтение Корана, дуа, мольба и размышления. Совершай дополнительный ночной намаз, читай Коран, делай много дуа и проводи время в размышлении над своей жизнью, задаваясь вопросами, сколько я прожил, чего достиг, что я сделал и чего не успел, что я еще должен сделать. Некоторые ученые говорят, что если ты в ночь предопределения совершил таравих-намаз с коллективом джамаатом, то считай, что ты встретил ее. Поэтому, если нет возможности проводить последние 10 ночей Рамадана бодрствуя, то хотя бы не пропускай таравих-намаз в эти дни, так как, по мнению некоторых ученых, тот, кто совершает таравих-намаз с джамаатом, считается, как будто бы он настиг ночи предопределения. В ревайте, переданном имамом Байхакки, говорится, что передается от Анаса ибн Мали, когда будет доволен им Аллах. Посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям, сказал, тот, кто совершает вечерние и ночные намазы коллективно на протяжении всего Рамадана, получил сполна от ночи предопределения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова